Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня я хочу рассказать, наверное, не столько, не только о диагностике и эпидемиологии, столько о том, как вообще появился данный диагноз рак легкого, как развивались, как вообще развивалось понимание, от чего возникает рак легкого, с чем связана заболеваемость. И, конечно же, вместе с диагностикой я немного расскажу про скрининг рака легкого. Я буду больше касаться, наверное, рентгенологической диагностики, чем какой-либо инструментальной. Итак, более ста лет тому назад рак легкого представлялся вообще единичными случаями, в то время как сейчас на его долю приходится больше смертей, чем вообще от какого-либо другого онкологического заболевания. Но на самом деле надо понимать, что вся история изучения рака легкого, она занимала, по сути, весь 20 век. Ну и, наверное, продолжается до сих пор. И также, что было до? Вообще первое сообщение о смертях от каком-либо заболевании, которое напоминает рак легкого, вот здесь по-немецки, Lügenkrebs, было описано Хартингом и Гессе в 1879 году. Их сообщение о превратности судьбы шахтеров небольшого саксонского городка Шнейберг был представлен в кратком изложении в историческом и в геологическом контексте. Авторы попытались выявить причину заболевания легких, и впоследствии в дальнейших исследованиях они разработали методы изменения концентрации пыли в воздухе, в шахтах, где работали эти люди, и измерения выдыхаемой пыли с помощью личного мониторинга. В дальнейших своих исследованиях они определяли радон и его дочерние продукты в качестве агентов, которые стали причинами заболевания раком легкого и смерти от этого заболевания. В принципе, это, наверное, первое упоминание рака легкого как профессионального заболевания. Далее, наверное, в монографиях весь XIX век какие-либо сообщения о раке легкого были довольно-таки редкими. В 1893 году хирург Джон Бладсаттон в своей монографии «Невинные и злокачественные опухоли» никаким образом не упоминал рак легкого как злокачественное заболевание. Также впоследствии данная монография претерпевала перевыпуски. Были издания 1903-1907 года, и в этих изданиях упоминания рака легкого как об заболевании не было. Позже, в 1912 году Айзек Адлер в своей монографии «Первичные злокачественные опухоли легкого и бронхов» он сообщил о всех случаях рака легкого, которые были когда-либо опубликованы за последние 50 лет, то есть с сегдин 19 века по начало 20 века. Он смог подтвердить только 374 случая за это прошедшее время. Дело в том, что большинство врачей в то время считали рак легкого чрезвычайно редким заболеванием, и доктор Адлер подозревал, что рак легкого на самом деле был недостаточно диагностирован. Но число зарегистрированных случаев, согласно его наблюдениям, оно росло с сегдин 80-х годов. Позже, уже в 1917 году, тот же самый хирург Джон Блад Саттон в своей монографии впервые упомянул рак легкого, причем в главе, как мы видим, про рак губы, полости рта, языка, гортани, etc. То есть вот в этом и так далее было упоминание про рак легкого, потому что данных про рак легкого было чрезвычайно мало. И тогда думали, что абсолютно не факт, что эта опухоль первичная, и вообще для практического хирурга и для наручных каких-либо изысканий данная опухоль не представляет никакого интереса, потому что вообще этих опухолей мало. Но если мы посмотрим на этот таймлайн, в котором мы видим практически всю историю XX века, после этого история рака легкого, его изучения, его проявления начинает набирать свои обороты. Распространенность рака легкого росла примерно с 20-х годов после Первой мировой войны и впоследствии после конца Второй мировой войны. Вы можете на этом таймлайне увидеть такие явные волны. А также на этих довольно-таки известных графиках мы видим рост рака легкого в Великобритании и рост рака легкого в США. Вообще впервые сначала регистрировали только смертность от рака легкого, и уже после этого стали регистрировать случаи заболевания рака легкого. Как мы видим, большая волна, всплеск заболеваний, и смертность от рака легкого абсолютно четко прослеживается после 40-х годов. В 1947 году в британском журнале изучения рака опубликовали результаты из Дании. Дело в том, что в Дании тогда существовал хорошо работающий канцерегистр. По этим данным они отмечали рост смертности от рака легкого. То есть не только в Штатах, не только в Великобритании, но и в остальной Европе. Что же говорили сами авторы, сами работники датского канцерегистра. Датские авторы объясняли это тем, что у нас улучшается диагностика, и мы находим больше случаев и, в принципе, больше ничем. То есть нету каких-либо факторов, которые как-то иначе влияют на увеличение смертности от рака легкого. Понятно, что с течением времени люди стали задумываться о связи между табакокурением и раком легкого. Первое исследование, в котором попытались связать эти два события, было опубликовано в 1950 году в журнале Американской медицинской ассоциации. Там провели в исследовании, исследовали распространенность курения у тех, кто болел раком легкого, и у контрольной группы. То есть у тех, кто никогда не болел раком легкого. И оказалось, что действительно большинство пациентов с опухолями легкого – это довольно-таки интенсивные курильщики. Впоследствии, через несколько месяцев, было опубликовано более известное исследование в британском медицинском журнале. Вот эти два исследования, Долл и Хилл, они дали начало целому пулу исследований про влияние табакокурения на развитие рака легкого. Они запустили несколько исследований, которые потом уже продолжались, и даже спустя 50 лет, и они стали основополагающим фактором. Просто вот именно тем самым главным доказательством то, что большинство случаев рака легкого вызывает именно табакокурение. Это исследование было сделано с аналогичным дизайном, как и предыдущее американское, и оно показало, что да, действительно, среди больных с раком легкого очень много курильщиков. Причем здесь нужно... Они подчеркнули то, что это те курильщики, которые, спасибо, курят более 20-50 сигарет в день. И чуть позже, в 52-м году, вышли обновленные данные, потому что в первом исследовании от 1950-х в году исследование было построено на основании данных о 600 человеках. В данном случае в исследовании было включено 1300 человек, и данные результаты только подтвердили, что действительно связь есть. Понятно, что табачная индустрия не могла остаться в стороне от этих довольно-таки резонансных исследований, и что представители табачной индустрии на это ответили. По их мнению, курение, несмотря на эти публикации, несмотря на изыскание ученых, не представляет каких-либо проблем для здоровья, и поэтому данная проблема требует для дальнейшего изучения. Чуть позже, эти же авторы Долл и Хилл в 1956 году и ранее, в 1954 году, выпустили два самых известных когортных, проспективных исследования, где они опросили британских врачей, курят они или нет. И потом, в течение 50 лет, насколько это возможно, они наблюдали этих врачей-пациентов. И выяснилось, что у курильщиков была повышена частота не только заболеваемости раком легкого, но и других проблем, заболеваемости сердечно-сосудистой системы в первую очередь. Это стало основополагающим исследованием, которое подтвердило связь курения и рака легкого. Надо сказать, что в 1962 году в журнале Lancet появилась статья, в этой публикации говорил, что да, действительно, мы подтвердили, есть связь между курением и раком легкого, но какого-либо классического широко известного канцерогена в сигаретах не находили в табачном дыме. И вообще, возможно, это вторичная связь, то есть это вторично последованные случаи заболевания рака легкого. Первичные, основополагающие причины рака легкого, возможно, мы и не знаем. Это крупное исследование дало продолжение. После этого эта публикация была продолжена, и спустя 50 лет серия публикаций показали, что курение было причиной не только рака легкого, но и также других заболеваний у этой группы пациентов, врачей-пациентов, которые они исследовали в 1956 году. Также было показано, что отказ от курения снижает риск преждевременной смерти, и, на самом деле, чем раньше это будет сделано, тем больше шансов у курильщиков вернуться в группу некурильщиков по риску преждевременной смерти и риску развития рака легкого. И также было доказано, что независимо, независимо, и это всё происходит, независимо от того, в каком возрасте пациент бросил курить. Мы живём в эпоху доказателей медицины, и понятно, что на эту тему должно было когда-то выйти хорошее рандомизированное клиническое исследование. Первое рандомизированное клиническое исследование изучало эффект от отказа от курения, потому что, наверное, сложно рандомизировать группу курильщиков и некурильщиков, но проще рандомизировать группу пациентов, которые бросили курить, и когда они это сделали. Это были результаты рандомизированного исследования, это результаты программы отказ по отказу от курения, которая проводилась в Соединённых Штатах. Она показала снижение смертности не только от рака лёгкого, но и от других причин, в том числе и от сердечно-сосудистых проблем, в перспективе 15 лет. И отсюда мы выходим к краеугольному камню, который вот с 1956 года, он владеет умами всех врачей, которые занимаются заболеваниями лёгких, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У нас есть проблема абсолютно чёткая, курение связано с повышенными рисками заболевания сердечно-сосудистой системы, рака лёгкого. Если убрать это воздействие, если убрать это, отказаться от этой вредной привычки, качество жизни пациентов улучшается. И, наверное, последние уже больше 50 лет часть медицинского сообщества направлена на борьбу с курением. И вообще, как это развивалось? Понятно, что какая-то часть пациентов не может сразу же бросить курить, потому что это довольно-таки долго. Это довольно-таки длительная привычка, от которой довольно-таки сложно отказаться. И некоторые могут пытаться бросить довольно-таки долго. Если посмотреть на этот таймлайн, здесь обозначена вообще история взаимоотношения пациентов и медицинского сообщества с табачными изделиями и изделиями, которые заменяют табак. Соответственно, история вся борьба с курением начинается не только с 52-го, а с 56-го, наверное, года, когда уже точно была доказана взаимосвязь курения, онкологических и не только заболеваний. И эта статья дала импульс для начала борьбы с курением. В 52-м году была первая неудачная попытка снижения вреда от табакокурения с помощью ацетатного фильтра для сигарет. В 65-м году была выполнена попытка какой-либо альтернативы обычному табакокурению. Был получен первый патент на электронную сигарету. Устройство было запатентовано, но оно не вышло на рынок. На протяжении практически 50 лет этот вопрос был оставлен, но в 2003 году китайский фармацевт запатентовал электронную сигарету в том виде, в котором ею пользуются сейчас. В 2012 году FDA начал разрабатывать проект руководства для компаний, которые продают и занимаются табачными изделиями с модифицированным риском. На протяжении следующих пяти лет были произведены различные оценки экспериментов с использованием различных систем нагревания табака для формирования оценки их и попытки их сравнения с традиционным табакокурением. В 2020 году FDA одобрила систему нагревания табака как продукцию со сниженным риском и рекомендовала и назвала данную продукцию подходящим для общественного здравоохранения, как возможную альтернативу традиционному табакокурению. И с 2018 года по настоящее время проводятся долгосрочные когортные исследования, которые подтверждают снижение вреда для пользователей и их окружающих в связи с использованием этих электронных систем нагревания табака. Сформировалась своеобразная концепция снижения вреда. То есть мы понимаем, что у нас есть определенная группа пациентов, которые с большей долей вероятности ей будет довольно-таки сложно отказаться от курения. Возможно предложить данным пациентам какую-то альтернативу, которая, скорее всего, гораздо менее вредна, чем традиционное табакокурение. Таким образом, в Австралии, в Великобритании и в Соединенных Штатах появились концепции снижения вреда. Это какие-либо регуляторные моменты, которые обуславливают рекомендации для пациентов отказа от обычного табакокурения. Подобные исследования проводятся по сей день. И таким образом была сформулирована именно формулировка альтернативы обычному табакокурению. Цель этого была разработать и внедрить бездымные альтернативы, которые представляют значительно меньший риск вреда в сравнении с продолжением курения обычным сигарет. Критерии данной продукции в том, что они значительно снижают вред по сравнению с традиционным курением, и они приемлемы для той группы курильщиков, которые не могут отказаться от никотина. Вот последний пункт, что неинтересно для новых курильщиков, особенно молодежи, но это довольно-таки дискутабельно, потому что, как показывает опыт и практика, довольно-таки многие молодые курильщики начинают именно с подобных систем нагревания табака. Соответственно, у нас есть три утверждения. Существует категория курильщиков, которые не мотивированы на отказ от курения, и на них не влияют тягущие запреты. В прошлом году было опубликовано крупное исследование, которое именно отслеживало пациентов, которым был поставлен диагноз рак легкого, и которые проходили лечение. Результаты показали, что около четверти пациентов, около 25% даже после операции по резекции легкого не бросают курить. Соответственно, какая-либо регуляторная политика должна это учитывать и работать не то чтобы на запреты, потому что, как выясняется, они не работают. Она должна предлагать альтернативу для данных пациентов. И поэтому необходимы также шаги и со стороны медицинского сообщества, то есть адаптация каких-либо клинических рекомендаций повсеместно с учетом наличия каких-либо менее вредных альтернатив для курильщиков. Степан Гутыч намекает мне, что у меня остается все меньше и меньше времени, но тем не менее я еще хочу рассказать про одну часть. Мы с вами осветили историю вообще появления такого диагноза как реак легкого. Мы с вами поговорили о том, как была выявлена причина, и что сейчас делается для профилактики этого заболевания. И, наверное, следующее будет логично продолжить диагностикой данного заболевания. Еще сто лет назад, не то чтобы даже ранняя диагностика, а вообще диагностика заболевания, онкологических заболеваний поставлялась маловозможной, потому что начальные онкологические заболевания на начальных стадиях, у них нет никаких симптомов, и они довольно-таки коварные, их сложно поймать. Вообще вся история диагностики онкологических заболеваний и рака легкого, она построена на этапах диагностики. И нас интересует и ранняя диагностика, и скрининг, о котором мы поговорим далее. История диагностики рака легкого вообще началась с истории диагностики туберкулеза. В 1951 году появилась первая публикация о том, что действительно массовая рентгенография, она помогает выявлять пациентов с туберкулезом, с резиктабельным процессом, который каким-либо образом помогает в излечении данного заболевания. Чуть позже стали задумываться, что если с помощью массовой рентгенографии мы можем выявлять пациентов с туберкулезом, возможно, это каким-то образом поможет в выявлении пациентов с другими заболеваниями легкого, с раком легкого. И действительно массовая рентгенография помогала выявлять резиктабельный рак легкого и увеличивать не выживаемость, а именно процент резиктабельных случаев. То есть данное исследование помогало хирургам. Эти исследования продолжались, и была попытка именно исследования именно рентгенографии, попытка появления рандомизированных, нерандомизированных исследований, в которых пытались доказать и выяснить, действительно ли рентгенография может служить скрининговым методом, может ли она выявлять более ранние случаи рака легкого, потому что мы понимаем, что резиктабельный рак легкого – это не значит ранний рак легкого. И этот вопрос был разрешен по результатам исследований 2011 года, в котором была поставлена точка и было сказано, что рентгенография, флюрография – это не метод скрининга рака легкого, так как он не снижает смертность от рака легкого. Соответственно, мы можем это видеть на этом слайде, то есть, что две когорты, пациенты, которым делали рентгенографию, не делали рентгенографию, смертность от этого не изменилась. И на какое-то время вопрос этот подвис. Мы знаем то, что рентген… мы поняли, что рентгенография не является тем самым золотым методом. И с конца 80-х, начала 90-х в общую практику стало приходить КТ. Мы понимаем то, что визоляционные возможности у данного исследования гораздо больше. И первые исследования были еще в начале 90-х годов. Это были какие-то разовые исследования, исследования кейс-контрол, но их результаты позволили далее запустить рандомизированные исследования, которые показали, что, да, действительно, компьютерная томография, она может нам помочь, она может быть методом скрининга. И здесь вы видите результаты из знаменитого исследования, которое, собственно говоря, и послужило основой для данных выводов. Этот трайл проходил в Соединенных Штатах практически 20 лет назад. Это крупное исследование, в котором было включено 33 медицинских центра, было включено практически 54 тысячи пациентов, которые были рандомизированы на две группы. Одной группе проводилась низкодозовая КТ, и другой группе проводилась рентгенография грудной клетки. После трех раунда скрининга получили следующие результаты. Обнаружили снижение смертности от рака лёгкого в группе пациентов, которые выполнялась низкодозовая КТ, на 16% и снижение общей смертности на практически 7%. И это послужило основанием для того, чтобы американская регуляторная ассоциация рекомендовала низкодозовая КТ как метод ежегодного и эффективного скрининга рака лёгкого. В группы скринингов были включены пациенты от 55 до 80 лет с длительным стажем курения. Подобное исследование, оно подтолкнуло европейские ассоциации для того, чтобы провести подобные рандомизированные исследования у себя. Самое большое, крупное, завершившееся два года назад исследование Нельсон, в котором были включены пациенты из Нидерландов и Бельгии, показало подобные же результаты снижения смертности от рака лёгкого практически на 26%. Эти результаты были опубликованы, окончательные в 2020 году. Когда мы видим подобные оптимистичные результаты, возникает вопрос, можем ли мы повторить подобные исследования у нас для того, чтобы подтвердить эффективность скрининга именно в нашей популяции и, возможно, внедрить низкодозовую КТ, как скрининг в нашей стране. И с этой целью был открыт проект «Московский скрининг рака лёгкого». Первый раунд скрининга проводился в 2017-2018 году. Там было включено совсем немного пациентов, но данные результаты позволили запланировать второй раунд скрининга, который на самом деле сейчас пока задерживается. Подобный пилотный проект на данный момент начинается и в Санкт-Петербурге на базе нефтизиопульминологии и Сироковой городской больницы. Также на данный момент производится набор пациентов и их отбор для проведения низкодозовой КТ. Так, наконец-то у меня всё.